Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться с вашей проблемой. Сейчас мне предстоит год, в 14 лет узнал свой диагноз. Врачи сказали, что половую жизнь нежелательно шить, показали, что не будет детей, ну и смириться, руки-ноги якобы. Первый вопрос, как вы это восприняли? Вот так. Насколько вы смирились с этой проблемой? Насколько вы смирились с тем, что вы не сможете родить? Как вы это восприняли? Поговорили ли вы адекватно с своими родителями на эту, собственно говоря, тему? Вот, то есть, был ли у вас разговор с родителями на эту тему? Обзуждали ли вы как-то с ними данный момент, данный аспект или нет? То есть, если да, обсуждали, то, соответственно, какой был результат, если не обсуждали, то, соответственно, опять же, почему не обсуждали, ну и так далее. Вот, это вот такой вот довольно важный момент, если мы говорим с вами именно о данной проблематике. Потому что, ну, проблема, проблематика, а сама по себе, она, конечно, действительно неприятная сама по себе. То есть, я могу понять, я могу представить, что вам тяжело, насколько вам было тяжело принять это. Вот, ну и вы тоже, соответственно, вам тоже нужно понять, что если вы внутри себя не приняли как-то вот подобный момент, если вы внутри себя продолжаете как-то, ну, стараться купировать то, что с вами происходит, да, то нет ничего удивительного, если вас эта проблема так волнует. Вот. Потому что, ну, вот, вы молчали с первого раз одним парнем, вот, он вас принял это плохо, вы это видели. Значит, судя по всему, выводов вы не сделали, исходя из, ну, как бы, ситуаций, полученных вами. Потому что продолжаете, продолжаете вы мужчину, ну, обманывать, ну, не обманывать, ну, как бы, не говорите ему всей правды. И ситуация, она может складываться весьма и весьма плачевно, если ничего не менять сейчас, если ничего не менять там. Потому что вполне возможен риск повторения данной проблематики, вполне возможен риск повторения от того, что у вас уже было. И если вам этого не хочется, то, соответственно, ну, нужно понять, что чем раньше вы скажете мужчине, тем лучше. Далее, значит, по жизни я человек оптимистичен и добрый, стараюсь не зацикливаться на данной проблеме. Ну, хорошо. Ну, хорошо. То есть, для вас это проблема. Вот как, как вы ее, как вы ее преподносите, да, для вас это проблема. И, судя по всему, ну, довольно серьезная проблема, да, потому что вы ее скрываете, вы об этом не говорите и так далее, и так далее, и так далее. Для вас это получается серьезная проблема. Вот и, собственно говоря, вопрос к вам. Можете ли вы, имея данную проблему, вступать в отношения, ну, с другими людьми? Ну, например, с тем же мужчиной, да, и так далее. Можете ли вы адекватно вступать с мужчиной в отношения? Если есть что-то, что вы считаете для себя проблемой. Понимаете, какая штука? И вот только все в том, что если для вас это проблема, то она влияет на проблематика. Любая проблематика, она влияет на отношения, как бы. И получается, получается так, что если это для вас проблема, то вы себя полностью не принимаете. А если вы себя полностью не принимаете, то вы, вероятно, и не способны принять другого человека. Так же, полностью. Если вы не способны принять другого человека полностью, то вот вам и объяснение того, почему вы боитесь своего мужчину потерять. Несмотря на то, что говорите, что у вас очень хорошие отношения, там, как бы, все у вас здорово и так далее. То есть, ну, если бы вы его как-то действительно любили, безусловно, ну, вы бы, наверное, не боялись бы его потерять, потому что вы же понимаете, что мужчины, они бывают разные. И что бывают те, кому сложно, тяжело нереально признать тот факт, что у них своих детей, именно своих детей не будет. Ну, и я думаю, что, опять же, если вы человека любите, то вы ему сразу и скажете, что вот, так и так, да, вот такая ситуация, такая история. Значит, вот, ну, как бы, есть такой нюанс, соответственно, либо ты, ну, я тебе говорю об этом, потому что не хочу, чтобы ты, там, имел ложные надежды какие-то, да, ну, допустим. И все, и человек, если вы его любите, он, как бы, ну, делает выбор, вот. Вот это, в общем-то, справедливо. Это справедливо. А вы, как бы, скрываете, обманываете и, понимаете, на самом деле, на самом деле, ничего нет страшного в том, именно, вот, в самом по себе, ну, действия, события, ничего нет страшного в том, что вы скрываете. То есть, ну, вы хотите скрывать, вы скрываете, вот, как бы, я не думаю, что это прямо очень-очень серьезная проблема. Но, если для вас это проблема, то, очевидно, что мужчина, вы выбираете такого себе подсознательного, который хочет детей, заметьте. И первый ваш мужчина и второй ваш мужчина, они все хотели детей, для них дети были очень важны. Почему так? Потому что вы инстинктивно, подсознательно выбираете себе таких мужчин, которым дети важны. Потому что дети важны вам. Если вам дети важны будут не так сильно, то и мужчины у вас будут такие, которым дети важны, ну, по стольку, по скольку. Понимаете? 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 Но для того, чтобы это стало возможным, для того, чтобы это стало реальным для вас, нужно, чтобы вы истревали сами для, ну, для себя, перестали считать это какую-либо проблему. Именно для себя. И вот только тогда можно будет говорить о том, что вы готовы к отношениям с мужчинами, ну, таким периодным настоящим отношениям, да? Вот. Дальше вы говорите, что он, значит, вы видели мышке слезы, через полгода он ушел, вы его не видните, он еще сам ребенок, пусть идет Богом. Ну, когда вы сказали, что он еще самый ребенок, я, если честно говоря, насторожился. Потому что, ну, здесь самое главное, вот, не уйти в принижение и рационализацию. То есть, этот мужчина не принял вас такой, какая вы есть. Да, это серьезная проблема, это сложная проблема, это довольно болезненно, безусловно, это, безусловно, болезненно, однозначно болезненно. Вот. Но нужно при этом, при этом нужно понимать, что так или иначе это выбор человека. И не защищаться от влияния этого выбора на вас, не защищаться от интерпретации, может быть, этого выбора. То есть, вы, например, готовы интерпретировать этот выбор, как то, что вы, там, ну, не принадлежен для отношений, например. Или то, что вы неполноценны, да, или вот как-то еще. Вот это не должно вас подталкивать к тому, чтобы, ну, мужчин как-то принижать. Потому что в любом случае, как бы, что там не было, это выбор человека, да. То есть, он ребенок, ну, опять же, насколько он ребенок, это только время покажет. Вот. Но что мне подсказывает, что не такой ученый ребенок на самом деле. Вот. Раз. Плакал из-за того, что вы не можете иметь детей. Вот. С другой стороны, то, что он говорил о том, что, ну, давай обо всем забудем, да, то, как он говорил, давай обо всем забудем. Ну, вот. Ну, это тоже, конечно, не взрослое поведение. Вот. То есть, поняли мою мысль, да, что человеку не нужно без причины, да, сверх меры принешать. Говорит, что он еще ребенок. Но это механизм, защитный механизм принешения. Его желательно не использовать. Хотя и хочет порой. Дальше. Значит. Через полгода, так, он еще, значит, в общем живет в свое удовольствие, но для полного жертвы не хватает семьи. А зачем? А зачем вам семья, если у вас и так как бы все хорошо? Для чего вам семья? Вот. Какой она вам, ну, какой она вам целью нужна? Для чего, зачем? Знаете, ага, зачем вам семья вообще нужна? Не потому ли вам нужна семья, что вы не можете иметь детей, например? Ну, не из-за этого вам нужна семья, что вы детей не можете иметь или что? Потому что семья сама по себе, она, в общем-то, ну, никогда как бы не, ну, не воспринимается отдельно. Она по себе. Семья. Вот. Семья, она всегда зависит от, ну, от людей, от партнеров, да, собственно. Либо есть партнер, с которым вы выстраиваете отношения и создаете семью, либо нет такого партнера, с которым вы бы это делали. Вот. Но просто так семью хотеть, это, мягко говоря, означает себя как-то, ну, обманывать себя, как-то отвлекать от истины, скажем так. То есть, для чего вам семья? Это вот первый такой важный-важный момент, да. Полгода общаюсь с парнем, у нас очень нежные и требовательные отношения, мы постоянно вместе, ни на минуту не сомневаюсь, что это мой человечек, через два месяца у нас свадьба. Полгода вы общаетесь, значит, полгода вы вместе, получается, и через два месяца у вас уже свадьба. Не слишком ли вы как-то спешите с этой свадьбой? То есть, вы не так много еще человека знаете, не так хорошо его знаете, но зачем вы спешите со свадьбой так сильно? Ведь вы, в принципе, в принципе, успеете, в общем-то, пожениться. Я не думаю, что это прямо такая сложная задача для вас. Поэтому я и хочу, чтобы вы немножечко пояснили этот момент. Почему такая вот успешка, вот, зачем она нужна, эта успешка? Если вам хорошо с молодым человеком, если вам с ним здорово вместе, вот, это прекрасно. Постарайтесь побольше друг другу, вот, надо пока, хотя бы, пусть год пройдет. Ну вот, потом можете уже попробовать вместе пошить, немножко. Если все будет здорово, то уже можно будет тогда как раз и о свадьбе думать. То есть, понимаете, какая штука? Вы, на мой взгляд, торопитесь. Это может быть опрометчивое решение. Так быстро выходить вам замуж, особенно с учетом того, какие у вас проблемы есть. То есть, вы хотя бы вот с психологом поработайте насчет вашего заболевания. Примите его окончательно, примите в себе это, и потом уже можно будет говорить о свадьбе, о создании союза между вами. А пока это просто, ну, может быть довольно, довольно сильной ошибкой это может быть для вас. Понимаете? Ну вот. Так. Дальше. У нас проблема в том, что он очень хочет детей, он постоянно говорит на данную тему. Ну, я, конечно же, веду себя как мишем не бывало, но не знаю, почему, конечно же, в данном случае неподходящее слово, потому что вы его обманываете. Ну, ладно. Не говорите правду. Это такая полуправда. Часть. Вот. Значит. Ну, и, соответственно, выбор мужчин. Тоже, на мой взгляд, довольно, я бы сказал, довольно примечательным выбор мужчин. То есть, вы выбираете такого, опять же, для которого важны деятельности. Что первый, что второй. И тут у меня к вам только вопрос. Не видите ли вы сами в этом закономерности определенный? Вот. Значит. Ну, и что мне делать? Можно взять всю жизнь, взять все в себе, а если после брака тайна откроется, можно ему рассказать до сквадьбы, пока не порно, ведь он не виноват. Но смысл в том, что я не хочу его терять. Почему вы не хотите его терять? Разве это любовь, если вы не хотите его терять? Это эгоизм. Это довольно эгоистично. Когда вы пишите, что не хотите его терять. Я его очень долго ждала, я решил для себя, что буду лгать и молчать до конца. А какого конца-то? Непонятно. До какого конца вы собираетесь молчать? Правильно или поздно в любом случае вскроется, когда станет вопрос о вашей беременности. Это неизбежно. Или вы будете навязывать ему взять ребенка из приюта, но не объяснив, почему вы так хотите, вряд ли он не поверит. И в любом случае вы хотите иметь свой выбор. Так что непонятно до какого конца вы собираетесь молчать. Правильно ли вы поступаете? Ну, смотрите. Если вы руководствуетесь эгоистическими мотивами, то поступаете вы правильно. Если вы человека любите, то вы поступаете так, что ему потом будет больно. Мы здесь не судьи, чтобы вас судить и говорить правильно или нет. Просто подумайте, из чего вы исходите при формировании своего поведения. И вот уже на основе этого делаете выбор. Я понимаю, сейчас много семейных пар, которые живут без детей и ничего как бы справляются. А с чем справляются, опять же, непонятно. Если они живут без детей, это их выбор. Но ваш мужчина хочет детей, и это не случайно, что вы выбрали того, кто хочет детей. Мужчина компенсирует ваше желание. Мужчина – это объект, на которого вы сублимируете свое желание. Вот. Просто тот факт убивает, что я уже заранее знаю, что местного ребенка не будет. Сотраиваю себя, что обязательно возьму детей из приюта. Будет у нас большая семья, но поймет ли он. Нет. Ну, если вы его будете обманывать вот так вот, как вы это делаете сейчас, да, не говорите ему все правды, недостаточно откровенность с ним, то нет. Боюсь, он этого не поймет. Если вы ему скажете, как бы, о том, что с вами происходит, то здесь зависит, опять же, от того, насколько мужчина хочет детей. То есть, если он просто хочет детей, потому что хочет детей, то, по большому счету, не важно, откуда эти дети. С врагатой матери или, там, с приюта и так далее, это не важно. А если у мужчины принцип, что ребенок должен быть его, то это, соответственно, уже не желание детей, а это сублимация на детей каких-то своих потребностей. Как правило, ну, как правило, это неуверенность в себе и желание самоутвердиться. Так что, я думаю, тут вот только два варианта могут быть. И если мужчина хочет самоутвердиться за ваш счет, например, ну или за счет ребенка, то признание такого человека достаточно быстро раскроет. Лучше пусть это будет сейчас, на берегу, чем это будет потом, когда вы уже будете вместе, когда у вас будут дети, не важно какие, вот, или детей не будет, но вы будете связаны между собой. Особенно это актуально, ну, актуально проверить, его узнать, с учетом того, что вы знаете друг друга всего ничего. Для человеческих отношений это не так много. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. И желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok